Всем привет! 12 ноября 2019 год. Прекрасная погода, светит солнышко. Сиду с прокуратурой. Ходила Карамурзову к Азбеку для того, чтобы поставить его в известность о ситуации, которая произошла с новым корпусом нашей больницы. Считаю это безобразием, считаю это преступлением. Считаю, что в данной ситуации должна разбираться прокуратура, поэтому я и сделала этот шаг. Также я записала наш разговор с прокурором на камеру, чтобы всем было понятно, что прокурор в курсе, что прокурор поставлен в известность, поэтому записала видео, которое доказывает этот факт. Я выложу сейчас в сеть. Делитесь, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Всем привет! Прокуратура все-таки обошла до прокурора. Сейчас буду ставить его в известность обо всех безобразиях, которые происходят в нашей больнице. Прокуратура все-таки обо всех безобразиях. Здравствуйте! Я к вам пришла вот по какому поводу. Ну, уж не знаю, следите вы за соцсетями или нет. Думаю, что, безусловно, это дело тоже... Мониторить. Мониторить, вот, мониторить. Все верно. Очень хорошо. Я думаю, что тогда в таком случае вы видели видеосъемки нашей новой больницы? Ну, не я лично смотрю, по-моему, смотрит, докладывает. Вот, Казбек. Значит, я вот сейчас пришла донести до вашего сведения, что весь город увидел кадры, на которых запечатлена новая больница, которая даже на данный момент не сдана. Значит, на этих кадрах мы все... Это касается нового корпуса. Да, это касается нового корпуса. На этих кадрах мы все наблюдали, как идут трещины через все здание, через пол, через потолок, через стены. Значит, Минстрой наш выпустил такое... Ну, это опровержением трудно назвать. Я как бы объяснился, пожалуйста. Это объяснение, да, что вроде как это должно быть. Но я считаю, Казбек, что нас обманывают, именно поэтому к вам пришла. По какой причине, я так считаю? У меня есть в Ставрополе дом, квартира. Квартира находится в сейсмоустойчивом доме, как раз-таки таком, о котором нам пытаются рассказать. Вот я знаю, как должны выглядеть такие трещины, и в каких они должны быть в помещениях. Они должны быть в технических помещениях. Они не могут так быть, как вот сейчас мы это все увидели. Поэтому я прошу вас вмешаться, Казбек, в эту ситуацию. Прошу вас взять под свой контроль. Все-таки 500 миллионов вложено в эту больницу. И разобраться, что там происходит. Весь город за. Я вот сейчас это все пишу на камеру. Без вашего лица, но на камеру. Это все я опубликую. Я... Послушайте меня, Казбек. Данное дело, я считаю, в интересах всего общества города прохладного. И всему обществу это, безусловно, интересно. И мне написало порядка 15 человек с просьбой прийти к вам с камерой, где все... Обо всем вас поставить в известность. Кто обратился к этому? Ну зачем вам это? В Инстаграме мне люди пишут. Люди, там я не могу сказать, кто это. Там аккаунты. Понимаете же вы, как аккаунты создаются? Значит, люди просят вас поставить в известность. Люди просят сделать так, чтобы всем было понятно, что вы в известности. Поэтому я это и сделала сегодня. Я к вам пришла и прошу вас вмешаться. И прошу вас защитить права всего города на нормальную медицину. На безопасную медицину. Потому что мы все переживаем. Не дай бог что. А если трагедия? Представляете, для нашего маленького городка что это будет за трагедия? Конечно, я вас услышал. Мы сейчас заполним какое-то русское сообщение. Мы начнем проверку. Установлено лимоном срок будет получать ответ. Благодарю вас, Казбек. Всего доброго. Всего доброго. Успехов вам. Только на вас, сонадежда, у граждан. До свидания. До свидания. Все, народ, прокурор у нас в курсе. Будем смотреть, что будет предпринято, какие меры с больницей, какие будут проверки и так далее. Спасибо. Продолжение следует.